Стабильная работа мощных промышленных предприятий должна положить начало экономическому возрождению Украины. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного блока Александр Вилкул. По его словам, нынешнее правительство не уделяет промышленности достаточно внимания, а вместо этого предпочитает брать многочисленные кредиты, расплачиваться за которые приходится гражданам страны. Повысили коммунальные тарифы в несколько раз, на газ от 3 до 7 раз, отопление, электричество, все остальное. То есть для того, чтобы изъять деньги у населения. То есть практически у нищих людей с замороженными пенсиями и зарплатами забирают последнее, а многих и лишают работы. Одна из задач, которая сейчас стоит перед оппозиционным блоком – участие в местных выборах. Я думаю, что впереди у нас длинный и светлый путь. Результат местных выборов, которые будут осенью, может быть только один – это победа, причем тотальная победа. И на выборах в областной советы, и на выборы в городские советы, и на выборы мэров. Главным пунктом повестки дня сегодняшнего собрания стали выборы нового руководителя. Именно ему предстоит реализовать озвученное Александром Вилкулом цели. Участники предложили избирать генерального директора металлургического комбината «Запорожсталь» Ростислава Шурма. В сегодняшних выступлениях вы, наверное, каждого выступающего, вы слышали, что, наверное, будет очень хорошо, очень эффективно, если руководителем областной партийной организации станет молодой, очень опытный руководитель уже. Ответственный человек, смелый человек, сегодня важно быть смелым, смелый человек. И просто порядочный, просто по-человечески порядочный. Это руководитель «Запорожстали» Ростислава Галерьевича Шурма. Решение принято единогласно. Ростислав Шурма благодарит за оказанное доверие и тут же озвучивает программу действий на ближайшее время. Сегодня мы с вами, по большому счету, делаем старт в нашей областной организации оппозиционного блока. В ближайшие недели мы примем решение о создании аналогичных партийных организаций на уровне каждого города и каждого района в области. Мы, опираясь на наш опыт, на наши коллективы, на наших знакомых, на результаты, отберем лучших руководителей районных и городских организаций. Как заявили руководители оппозиционного блока, их стратегия на местных выборах будет основываться на трех направлениях. Достижение дипломатического мира на Донбассе, развитие экономики и социальных стандартов и защита исторической памяти народа.